Добрый день! Детская городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина продолжает серию диалогов о книгах для подростков, которые поднимают очень непростые, но важные темы. Напомню, наша первая передача вышла в сентябре и была посвящена терроризму и книге Дарьи Дацук «Голос». Сегодня тема не менее сложная. С 1991 года в российском календаре есть дата, 30 октября. Это официально утвержденный день памяти жертв политических репрессий. Во многих семьях, наряду с памятью об участниках Великой Отечественной войны, бережно хранятся и воспоминания родных, пострадавших в годы сталинского террора. Скупые строчки документов, в которых написано, что родной человек реабилитирован за отсутствием состава преступления. И если он погиб, то где это случилось и дата. Порой это все. Ведь писать письма арестованным было запрещено. И после того, как черный воронок ночью увозил человека из дома, следы его терялись на долгие годы или навсегда. И невозможно сделать вид, что этого не было. И невозможно не рассказывать подросткам об этих страницах семейной истории. Для нас, детских библиотекарей, не стоит вопрос, нужно ли разговаривать с ребятами на эту тему. Мы считаем, однозначно нужно. И вести такой разговор проще через книги. Но сначала надо самим попробовать разобраться, что это было за время 30-е годы 20-го века для нашей страны. Существует исторический термин «большой террор», который характеризует период наиболее массовых репрессий и политических преследований в 1937-1938 годах. В то время у руководства Советского Союза стоял Иосиф Виссарионович Сталин. Жизнь советских людей была невероятно трудной. Они голодали, хлеб выдавали по карточкам. Кто в этом виноват? Народу сказали – изменники Родины, враги народа. Характерной чертой того времени стали шпионы мании, доносительства. Всюду искали вредителей и врагов трудового народа. Постепенно в стране воцарилась атмосфера страха. А это одно из самых сильных чувств. В те годы страх за себя, за своих детей и родных подчинил волю очень многих людей. Инстинкт самосохранения, стремление спасти свою жизнь любой ценой приводили к предательству, к подлости, к самым низменным поступкам человека. В 1934 году Иосиф Сталин собственноручно подготовил постановление. Следствие над врагами народа заканчивает в срок не более 10 дней. Приговоры обжалованию не подлежат. Приговор к расстрелу приводить в исполнение немедленно. Всех жен изменников Родины заключать в лагеря. А детей до 15 лет отправляют в детские дома и закрытые интернаты. 1937 год окажется самым страшным. Число расстрелянных достигло сотен тысяч, заключенных – миллионы. Стать жертвой мог любой. И крестьянин, рабочий, артист и военный. А близкие такого человека автоматически признавались семьей репрессированного или членами семьи изменника Родины и также подвергались серьезным испытаниям. Книги, рассказывающие об этом периоде жизни в нашей стране, выходили и раньше. Но, возможно, сейчас как раз наступило такое время, когда молодежь может, узнав о тех событиях, правильно оценить их, сделать для себя важные выводы и даже научиться у литературных персонажей не сдаваться под ударами судьбы. За последние годы издана немало книг, посвященных временам сталинского террора. Практически все они основаны на реальных событиях и появились в результате желания авторов рассказать о судьбе своих родных. В отзывах люди, прочитавшие книги, пишут, что подобное происходило и в их семьях. Количество погибших и побывавших в лагерях в годы сталинских репрессий, количество детей, оставшихся без родных, исчисляется сотнями тысяч. Но в современной книге это не рассказ о самих репрессиях, а не о том, как в тяжелейших условиях всеобщего недоверия и страха жили люди, как многие легко ломались, не выдерживая испытаний, а другие, наоборот, становились сильнее. Были ли в вашей жизни, мои уважаемые слушатели, такие книги, которые произвели на вас сильное впечатление? Книги, к которым хотелось возвращаться, о которых хотелось рассказать друзьям и родным? Мне кажется, что книга Ольги Громовой сахарный ребенок может стать как раз именно такой для вас. Проснувшись однажды утром, я увидела маму и няню, зашивающих животы моим плюшевым игрушкам, тигру и медведю. Мама сказала, что ночью была война между игрушками. Тигренок и Мишка пострадали, вот они их и лечат. Война, видимо, была очень жестокая, потому что в большой комнате все книги и вещи вперемешку валялись на полу. А где папа, спросила я. Срочно уехал в Горький, ответила мама. Видно, ей было очень горько, и этот город первым пришел ей на ум. В эту ночь с 13 на 14 февраля 1936 года арестовали и увезли папу. Мне шел тогда пятый год. На этом детство пятилетнего ребенка закончилось. Игры тоже. В следующие 9 лет Эля с мамой выживали. В Киргизии, в лагере для жен и детей врагов народа. Выжили только те, кто правильно собрался. С собой можно было взять только те вещи, которые ты можешь унести в руках. Няня купила столовой клеенки и сшила из нее мешок, в который легко помещался ребенок. Вторая клеенка была больше. На ней можно было лежать и укрываться. Эта клеенка на долгие недели станет домом для Эли и ее мамы. В лагере было как и положено. Колючая проволока, вышки, часовые на них, на территории ряды бараков. В них не живут, это рабочая зона. Мы разместились прямо на земле, на месте, открытом всем ветрам. Но это было не самое страшное. Приближался мой день рождения. Мне исполнялось 6 лет, и было совершенно ясно, что в этот раз никаких подарков не будет. Как-то неожиданно прошли дожди. Из-за колючей проволокой возле нашей жилой зоны вдруг не ко времени расцвел тюльпан. Совсем рядом, только руку протяни через проволоку. Стояло чудо. Узкие, длинные, темно-зеленые, с коричневыми штрихами листья, и на невысоком стебле темно-красный полураспустившийся бутон. Я потянула к цветку руку. На меня упала чья-то тень. Я обернулась, улыбаясь во весь рот, и мне на голову обрушился удар прикладом. Я помню руку и приклад. А дальше темнота. Можно ли назвать человеком того, кто, улыбаясь, бьет ребенка по голове, вкладывая в этот удар всю свою силу? Власть, вседозволенность разбудили в людях жестокость, желание унижать, показывать свою силу. Несмотря на то, что Эля совсем ребенок, и ее мама-инвалид с последствиями перенесенного костного туберкулеза попадают в нечеловеческие условия и постоянно подвергаются жесточайшему обращению, унижению, бесконечным наказанием со стороны конвоиров, они поют песни, читают стихи, рассказывают сказки и истории, шутят, больше всего опасаясь расстроить или ранить друг друга. Именно созданный ими мир с помощью прочитанных когда-то книг, сравнение своей жизни с героями этих книг помогает им выжить. Мама была удивительным человеком, всегда спокойная, приветливая, очень доброжелательная. За всю свою жизнь она никогда не повышала голос, никогда не было слез в ее глазах. Книжные штампы, типа неизгибаемая воля, стальная выдержка, железный характер – это как раз про нее. Даже в самые трудные времена мама рассказывала, дочери, только о хорошем. Они много говорили о разных вещах, например, о том, что рабство – это состояние души, свободного человека сделать рабом нельзя, потому что у шестилетнего ребенка из-за жестокого обращения представителей власти невольно возникал вопрос – нас что, в рабство продали? Эля с мамой, несмотря ни на что, выдержали в лагере, сохранили достоинство и силу духа, веру в людей и любовь к своей стране. В памяти остались только хорошие люди, которые заботились об Эле и ее маме, как о родных, помогали во всем и ни о чем не спрашивали. Эти люди все понимали, никто не был изменником Родины. Одни были не согласны с тем, что происходило в государстве, другие имели собственное мнение, третьи защищали свою семью и друзей, брали на себя ответственность. В книге есть немало мудрых цитат. У подростков популярно обмениваться высказываниями в сети, которые не оставили их равнодушными. Возможно, и эти строчки станут для ребят и взрослых поводом для отдельного диалога, которые просто необходимы между детьми и взрослыми, чтобы наши дети вырастали людьми, человеком с большой буквы. Сахарный ребенок – это книга, необходимая для семейного чтения. От нее на душе становится светло.